Наверное, многие, кто пишет на Яндекс.Зен, уже догадались, что сам Яндекс.Зен, вернее, его техподдержка, немного врет, когда говорит, что «Так, решил алгоритм, мы ничего не решаем сами». Ну, я имею в виду, когда у вас статью ограничили, сняли рекламу, либо вообще канал забанили, то от техподдержки можно услышать примерно вот такую вот фразу, которую я сейчас озвучил. Причем звучит это как издевательство, ну потому что на канале могут быть сотни статей, а у вас может быть нарушение какое-то маленькое в одной, и вам говорят «Ну, так и так, алгоритм так решил». Хотя я сейчас немного наговариваю, потому что за одну статью получить блокировку всего канала, это надо очень сильно постараться, но за систематические нарушения можно и блокировку всего канала схлопотать. Так вот, независимо от того, заблокировали ли у вас весь канал, либо одну какую-то статью, либо сняли рекламу, вы пишете в техподдержку, спрашиваете, в чем проблема, почему так получилось, а вам отвечают «Извините, но решил так алгоритм». Так вот, это неправда. Некоторые авторы, конечно, верят, что это всемогущий алгоритм, но это новички совсем. Некоторые считают, что их где-то там обманывают, а некоторые вообще в это не верят. А это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте «нравится» и мы начинаем. В этом, конечно, есть доля истины, то есть нельзя сказать, что все нарушения на Яндекс.Зен находятся вручную. Часть нарушений находят толокеры. Это которые на Яндекс.Толоки за копейки просматривают там все вот эти материалы, причем не только на Яндекс.Зене, в поисковике, по сайтам, а работают на поисковик, выполняют какие-то разные задания от разных работодателей или их, как там назвать, такой вот очень неблагодарный труд, который оплачивается, ну, там, буквально центами. То есть ты сидишь часами, а получаешь за это центы. То есть я как-то бы снимал даже про это видео, в подсказках его прикреплю, посмотрите, сколько можно заработать на Яндекс.Толоки за час. Другую часть сообщений о нарушениях получают из банальных жалоб. То есть человек читает статью, ему что-то не нравится, где-то он видит нарушение, кликбейтный заголовок там, или в тексте ему что-то не нравится. Он нажимает «пожаловаться» и отправляет репорт. С этого репорта как бы, ну, вот Яндекс.Зен и решает, что надо статью проверить. Там уже человек, скорее всего, проверяет. Ну и нельзя отрицать, что часть нарушений по каким-то ключевым словам находит сам алгоритм Яндекс.Зен. Это вот я легко проверял, у меня канал по истории. Там я, когда употребляю какие-то такие слова с военной тематикой, включая «плен», там вот на «плен» почему-то реагирует, то почти всегда статья оказывается либо без рекламы, либо вообще заблокирована. А иногда и без рекламы, и заблокирована. Так что использование каких-то запрещенных слов на Яндекс.Зен, это, конечно, миф, о чем я говорил в одном из прошлых видео в подсказках, прикреплю. Но, тем не менее, эти вот запрещенные, так сказать, слова, это лишний повод проверить вашу статью. А, возможно, она потом попадает к толокерам. Толокер смотрит, не особо читает. Многие, потому что у меня знакомые толокой занимаются, он там не особо смотрит и ставит, ну, гад, заблокировать, заблокировать, заблокировать. Или что там, вернее, там не заблокировать, а там шок-контент, трагический контент. Вот он ставит наугад вот эти галочки, и нормально ему, копейки падают. Как бы, какая оплата, такой и труд. Ну, судя по объему оплаты, те, кто работают на Яндекс.Толоке, должны как-то не работать на площадку, а немного даже ей вредить. Так вот, самое интересное начинается, когда вашу статью блокировали, или там рекламу сняли, а вы с этим не согласны. Как я уже сказал, пишите в техподдержку и говорите, так и так, вы, по-моему, несправедливо меня ограничили, либо спрашиваете, за что, что мне удалить, что исправить. И, блин, на это приходят два типа письма. Первый тип письма, вот примерно такого содержания. Это мне про канал писали, но про статьи примерно то же самое пишут. Так вот, добрый день, Игорь. Понятно все, ваш канал был ограничен в показах. Они указывают, за что ограничен нам в показах канал. В статье немножко другое сообщение, но, тем не менее, за контентный спам, это значит, что публикации пока видны только в ленте для подписчиков. Это один из моих старых каналов, был заблокирован. Тем не менее, вот про статьи то же самое. Интересует концовка статьи. Конкретные публикации, нарушившие требования, подсказать, к сожалению, возможностей нет. Каналы проверяет алгоритм, а нам приходит лишь общий отчет. Вот. Это первый тип сообщений, которые приходят от поддержки, и это значит, что со статьей все не очень хорошо, и они действительно считают, что у вас есть какие-то нарушения, но подсказывать они их вам не будут. Хотя они их знают. Это я прям уверен в этом. Дальше расскажу почему. Просто, видимо, им лень говорить, ищи сам, поэтому вот так вот пишут. Кстати, насчет пульса от Mail. Там они говорят, что у них не будет таких ситуаций, когда они скажут авторам, так решил алгоритм, мы ничем помочь не можем. Вот. Это первое сообщение. За всю мою карьеру написания статей на Яндекс.Зен мне один только раз удалось оспорить такое решение. То есть там я был уверен, что статья ничего не нарушает. Мне написали, ну так решил алгоритм, извините. Я там долго припирался, долго писал им в ВКонтакте, как бы и на почту писал. И в этот раз мне все-таки удалось оспорить. На статье появилась реклама, на статье появились показы. Вот. Больше никогда так не было. Ну и есть второй тип сообщений, который как бы говорит вам, что, ну, возможно, мы ошиблись. Сейчас мы уточним у более таких авторитетных гуруд Зена и вам скажем результат. Ну то есть, если вам приходят сообщения вот такого характера, типа, здравствуйте, мне потребуется некоторое время, чтобы уточнить информацию по указанной вами публикации, вернусь к вам сразу, как будут новости. Значит, не все потеряно. Ну то есть, обратите внимание, здесь вам не пишут, так решил алгоритм, мы ничем помочь не можем, всемогущий алгоритм рассказал, значит, все, статья заблокирована. Здесь вам говорят прямо, что подождите, мы посмотрим. То есть, это очевидное противоречие. Тут они ссылаются на алгоритм, который непогрешим и все знает, все как бы проверяет нормально. А тут они говорят, что, ну, мы посмотрим. Как-то вот вообще и совсем не стыкуется. В конечном итоге мне очень часто приходят сообщения на заблокированные статьи, когда я жалуюсь поддержку, что они несправедливо ограничили, вот такого вот характера. Ваша публикация, название публикации была ошибочно ограничена алгоритмом, после повторной проверки ограничения были сняты, а сейчас она показывается всем заинтересованным пользователям платформы. Приношу вам свои извинения за сложившуюся ситуацию. Если у вас возникнут вопросы, пишите, с радостью помогу. Обратите внимание, никто не ссылается на всемогущие алгоритмы, никто не ссылается на то, что он так решил, и мы ничего не можем сделать. То есть, если есть подозрение, что алгоритм ошибся, или кто там ошибся, то локер ошибся, пожаловались неправильно, они вам прям так и пишут, что, извините, мы сейчас посмотрим, извините, мы ошиблись. И все бы ничего, но первый вариант сообщения, это ведь откровенный обман, когда они говорят, так решил алгоритм. Не алгоритм так решил, так решили вы. Пишите тогда прямо и честно, что мы считаем, что автор должен сам находить те ошибки, которые он совершил, и исправлять их. Вот так и пишите, блин. А нечего там, пора, решил алгоритм. Но даже это еще не все. На самом деле есть некоторые нюансы. Многие говорят, что на Дзене есть такие вот особенные авторы, к которым особенное отношение. Речь не о нерване. Я сегодня листал журнал «Дзенофоба». Если не знаете, кто это, погуглите. Очень интересная у него статья, которая очень не любит Яндекс.Дзен. Так вот он там в своей статье тоже доказывает, что вот это все решил алгоритм. Это не совсем честно и не совсем правда. Как он это доказывает, ну, приводит один замечательный пример. Если лень читать, суть истории примерно такая. Была девушка-блогер, которая вела свой канал в Инстаграме. Вела она его про косметику. Ей прямо с Дзена написали и предложили писать у них на площадке. Она как бы согласилась, никакой монетизации ей подключать не надо было. Ей сразу ее подключили, никаких проверок проходить тоже не нужно было. Собственно, начала она писать про косметику и поняла, что про косметику не очень читают. А вот про всякие там жизненные истории, свекровь, теща, там, зять, выгнал кого-то там, это хорошо читают. Ну и стала постить подобный контент в промышленных масштабах. Один контентный спам на канале. В общем-то, доход-то с этого идет, нормально. У меня, кстати, когда я на канале начал такое делать, на одном, который сказки сразу забанили, там, статьи 3 я успел выпустить, она больше успела выпустить. То ли глаза на это закрывали, то ли действительно не видели, тут уж я сказать не могу. Но поскольку на Дзене она была особенная, то правил каких-то не знала. То есть пришла, начала писать, как бы и не особо интересовалась ими. Это почему важно? Потому что ей пришло сообщение от Дзенову, так и так, исправьте свой канал, у вас там много контентного спама, и дается вам срок там до такого-то такого числа, не помню конкретно, если интересно, статью Дзенофоба полностью прочитайте. Ну и она не придумала ничего лучше, как эту переписку выложить, как бы в группе ВКонтакте, в открытом доступе, посвященной Дзену, и спросить советы у других. Так авторы Яндекс.Дзен узнали о том, что кому-то банят каналы прям сразу, а кого-то предупреждают заранее, и говорят, исправьте ошибки. Я в целом в таком подходе, что авторов предупреждают, что у них какие-то нарушения на канале, я к такому подходу никаких претензий не имею. Это даже хорошо, что человека сразу не банят, а предупреждают. Но здесь-то предупредили не обычного автора, а такого вот особенного автора, которого они сами позвали, которому нормальные деньги платили. Никто из рядовых авторов, насколько я понимаю, таким особенным отношением похвастаться не может. На пульсе от мэй у меня как бы тоже предупреждали, писали, что нужно исправить фактические ошибки. Об этом тоже снимал видео, в подсказках прикреплю. Главный-то вывод из этой истории вообще какой? Что вот эти вот сообщения про то, что извините, мы не понимаем и не знаем, что там нарешал алгоритм, это все фигня. Все они видят, все они знают, все они прекрасно понимают. Просто тут в чем проблема? В том, что вот этот вот обман, когда вам говорят, что извините, так решил алгоритм, он оставляет вот эти проблемы в серой зоне. То есть автор не видит, за что его ограничили, автор не видит, за какие проблемные статьи ему там сняли эту рекламу, либо ограничили показы. Но ведь по сути, там этот алгоритм, не алгоритм, человек, который проверяет, он субъективен, он может ошибаться, и вашу статью все равно могут несправедливо ограничить, как у меня был тот случай, о котором я вам рассказывал. И что получается? Субъективный человек вам субъективно пишет, что вашу статью так вот решил алгоритм, и все, ничего с этим сделать нельзя. Вы в это верите, удаляете свои материалы, и как бы ну и все. Я понимаю, что есть случаи, когда прям откровенный контентный спам на канале, когда откровенно там шок-контент, но иногда это такая вот очень зыбкая грань, где вроде ты переступил, а вроде не переступил, и решает опять же человек, человеческий фактор здесь играет роль. Но на самом деле Яндекс.Зен не хочет показывать вот эти вот нарушения, за которые он вас ограничил, по одной простой причине. И дело здесь не в том, что он хочет, чтобы авторы сами находили ошибки и исправляли, чтобы понимали, где они нарушили. Нет, дело не в этом. Там в принципе, если какой-то контентный спам, либо какая-то там желтуха, и все такое, это все понятно, как бы это ни для кого не секрет. Дело в том, что правила эти очень расплывчатые. И то есть там, где прям понятно, это одно дело. Но где вот на грани проходят, где какие-то термины употребляются, где там близко к трагическому контенту, где не различить, и где вот субъективное мнение важно, там непонятно. То есть одних за это могут ограничить, а другим оставить всю рекламу и показы. То есть вот такая вот ситуация. И если это в открытую показать, то есть сказать, вот мы этого ограничили за то-то-то-то-то, он скажет, а вот у этого то же самое, и ничего ему за это не сделали. И начнется шквал критики, шквал негатива, поэтому чтобы избежать этого шквала негатива, Яндекс.Ден просто пишет, так решил алгоритм, мы ничем помочь не можем. Все. То есть решение проблем у них в этом. Вернее, это даже не решение проблем, а самый простой путь. А алгоритм так решил, а дальше вот, что хотите, то и делайте. В результате, на мой субъективный взгляд, на Яндекс.Дене сейчас множество несправедливо забаненных статей, каналов. Их, конечно, не так прям много, но тем не менее они есть. Плюс, кроме этого, есть такой вот негативный побочный эффект, что авторы сами не понимают, за что их забанили, и в последующем делают те же самые ошибки. А если бы им сразу объяснили, что так и так делать нельзя, то было бы намного проще. Лучше бы с арбитражом трафика на Дзен так боролись, честное слово. Ну вот такая вот ситуация сейчас на Яндекс.Ден с этим алгоритмом. Ну а у меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал, на Инстаграм тоже подписывайтесь. До новых встреч, пока. Субтитры сделал DimaTorzok